Мы продолжим чтение книги Кагэлот. Давайте я сразу просто сделаю. Подождите. А, вот она. Видно? Видно. Значит, третья глава Кагэлота закончилась вот тем, что мы сказали. Вот эта мысль, которая очень важна для Кагэлота и которая рефреном кончается кучей его обсуждений, я увидел, что нет иного блага для человека, кроме как радоваться делам своим. Ибо это награды его, доля его. Ибо кто приведет его посмотреть, что будет после него. Значит, четвертая глава, которую некоторые современные исследования просто помечают как сборник анекдотов. Анекдотов в старом смысле слова имеется в виду разрозненных каких-то историй в книге, в стиле книги Мишлей. Есть не без этого, но на самом деле все немножко важнее и хитрее. Значит, первые три отрывка, первые три стиха и следующие три стиха, они все построены по принципу то, что лучше всего. Значит, сейчас увидите. Первый стих четвертой главы, он несколько сложен. И вот почему. И вновь, значит, замечу, тема возвращения, я предупреждаю еще раз. Одна из тем книги Кагэл – это тема возвращения. Пока не здесь место обсуждать, я обернулся и увидел все притеснения, творимые под солнцем. И вот слезы притесненных, и нет у них утешения, и в руках притеснение их сила, и нет у них утешения. Еще раз, вот это Эйнл, Эйнлахэм Минахэм, здесь есть один очень интересный вопрос. Дело в том, что это место вот у современных комментаторов, если я сейчас открою сборник современных комментариев книги Кагэлэк, то будет говориться о социальной какой-то, что эта социальная тема поднимается. Что вот, ну как бы, и вот я видел всех притесненных, вот так переводится, которые, но у них не было, на самом деле у них не очень хорошо с грамматикой, и здесь сложно с грамматикой. Но дело в том, что в книге Йова слово «ошуким» употребляется не в смысле притесняемой, а в смысле притеснения, причем притеснения, не посылаемые свыше. Значит, и не исключено, и я подозреваю, что Раша, значит, вот по поводу этого стиха есть, значит, серия комментаторов, самых разных, я бы говорю про классические комментарии. Классические комментарии регулярно говорят, что именно речь идет о том, что есть притеснители, которые обижают бедных, угнетенных, обирают их. Ошик – это обирать. Они обижают людей, и у обижаемых некому их утишь. Есть к этому месту Раша, который вообще говорит, что речь идет не об этом мире, и речь идет о душе и о некоторых вещах, которые не способны свыше. И я подозреваю, что как раз Пшат вместе с Рашей, ровно потому, что в книге Йова, 35-я глава, из-за многочисленности притеснений, несчастья в своем, взывают свыше. Да, вот. Это несчастья, причем вот такие вот, которые не спосылаются свыше. И я увидел, если хотите, все несчастья, которые происходят на земле или во времени Рамхалевском, причем в таком времени, который вот историю. И вот слезы и некому утешить, замечу, некому утешить в абсолютном значении. Эль Минахем не будет потом говориться про утешение. В отличие от предыдущей главы, где говорится, что придут другие времена, и в этом месте, где было безобразие, установится суд, здесь нет светлого конца. На этом как бы мысли идет совершенно в другом направлении. И я прославил второй стих мертвых, которые уже умерли, более чем живых, которые они еще живы. Более чем живых, что еще живы. Обратите внимание на вот это повторение. Мертвые, которые уже умерли, живые, которые они еще живы. Вот это вот длинное удлинение. И лучше всех для тех, которые еще не жил и которые еще не видел злых дел, которые творятся под солнцем. Для тех, кто забыл, я напоминаю вам просто классику по поводу Дом Шамая и Дом Гилеля. Несколько лет спорили, лучше быть рожденным или не рожденным. Комментатор задает вопрос, чего он не спрашивает, о чем они спорят. Вот есть Кагелла, и у вас есть Соломон, который в великой мудрости сказал, лучше, чем быть рожденным и быть умершим, лучше, если вообще не родиться. То есть лучше бы человеку не быть сотворенным. Между прочим, это и есть вывод двух школ. А потом школа Шамая и школа Гилеля, как известно, собрались и проголосовали. Меня безумно радует, когда такие вопросы решаются голосованием. Но так написано, немного пересчитали, то есть проголосовали и пришли к выводу, что лучше, конечно, не родиться, но сейчас, когда ты родился, выполняй заповеди, ну и так далее. То есть, но как бы, обратите внимание, что спорят они по поводу книги Кагелла, того, что сказано, и ясно, что они готовы спорить с царем Соломоном, потому что многие говорят, лучше быть рожденным, обратите внимание. И, скажем, комментаторы к этому месту в трактате Рувин, где этот спор описан, как бы говорят, что они пренебрегают, сказанное царем Соломоном в книге Кагелла, потому что это человек, который нитьяэш, который находится в отчаянии и в депрессии, поэтому его слова можно пренебречь. В наших расчетах, тем не менее, они принимают вывод Кагелла в этой части и идут дальше. Но, значит, пока как бы наш мир, он мир плохой. Дальше, вот следующие три стиха. И увидел я, что весь, все страдания или все труды и все кишаронгамасе – это талант к деятельности. Он из-за ревности к ближним или зависти ближним. Я напоминаю классическое великое высказывание Талмуда «Кина Цофрим Марбэ Хохма» – «Зависть песцов умножает мудрость» или «Ревность песцов друг к другу умножает мудрость». И в книжках «Хохма Цофрим» – это книжка о том, как избавиться от грехозного языка, там, среди всего прочего, предупреждаются, что перед мастеровыми никогда не хвалят других мастеров того же ремесла. Потому что они друг другу завидуют и начнут гадости говорить. Поэтому не надо хвалить перед писателем другого писателя, потому что ты ставишь преткновение перед человеком, от которого спотнется 100%. Он прав, он знает душу пишущей братьев. Музыканты и прочие деятели искусств, да и ремеселцы тоже, конечно же. Но на что надо обращать внимание здесь? Ведь на самом деле идет все тот же проход. Вроде бы, вот, идет человек, трудится, ему должно быть хорошо. Но вы, говорит, не обратили внимание, что он это делает из не самых лучших побуждений, что мотивы творческие, мотивы творческие, они как бы эгоистичны. Далее, следующее, так может быть, бездействие, оно будет правильная вещь, а вот дурак сложил руки и будет есть свою же плоть. По этому поводу, говорит, что лучше горсточка праха, но в покое, чем полная горстья трудов и погоня за ветром. Я глубоко уверен, что тоф млекав нахак мило хафним эмаль, значит, лучше млекав горсть, а млекав ним – это двумя руками. На иврите я. На иврите это вот так, полная горсточка и горсть – это вот двумя руками. Хафним эмаль, вы имеете в виду именно это. Думаю, что он приводил какую-то приискуску своего времени и пришел к выводу, что вот эта деятельность, она тоже как бы кончается ничем. И по этому поводу дальше идет. Есть одинокий, и у него нет никого второго, нету ни сына, ни брата, и нет конца трудам его. И его глаза не насытятся богатством. Леми, а не амель, для кого я тружусь и лишаю себя счастья. Но они – это про другого, он так же говорит. Для кого же он трудится и лишает себя счастья? То есть, вроде бы, одиночество – это страшная вещь, а самое страшное, что творческая деятельность одинокого человека, она ничему не оставляет ни для кого. То ли дело вдвоем лучше, чем одному. Ибо, когда один упадет, второй подымет друга своего. А если человек находится один и упадет, то кто же подымет его? И даже если лягут в постель двое, то тепло им. А один человек как согреется. Если на одного нападут двое, то двое выстоит, если на одного из них нападут, а втрое скрученная нить не сразу рвется. Чтобы вы знали, сколько современных комментаторов здесь толчется в основном потому, что они нашли какой-то угорицкий текст про трое, скрученную в нить. Ясно, что это поговорки такие, которые ходят из страны в страну, родственные, это самое. Но, еще раз, в книге Кагелл это вопрос, что это делает. То есть, от того, что вы нашли подобную мысль о том, чтобы вдвоем быть лучше, чем одному, это тоже мне хохма называется. Это знают все, сказки про это есть у всех народов. Классика по поводу сломать веник трудно, но если разобрать и ломать по одному, то это очевидно легко. И о том, что братство лучше, чем по одиночке, и вы не высуете, есть множество всяких притч на эту тему у разных народов. Вопрос, что это делает в книге Кагелл. Это, скорее, было бы хорошо для книги Мишлей, для притчи, там этого места, там житейская мудрость, она хорошо выглядит. В книге Кагелл этот вопрос, если мы понимаем это буквально, если этот текст перенести, вот выглядит, вы извините за ссылку, значит, если бы это был текст книги Мишлей, я бы понял его именно так вот буквально, что двое лучше, чем один, а трое еще лучше, потому что, ну, понятно, по всем причинам на свете. В книге Кагелл, вот что было бы, если бы Кагелл написал книгу Мишлей, как бы мы оттуда мудрости воспринимали? И я подозреваю, что здесь книга Кагелл – это не просто похвала дружбе и единству, а это некоторое практическое замечание по поводу того, что если вы как высший идеал, вот теперь вопрос об идеалах. Вот давайте попробуем понимать, что Кагелл ищет некоторый высший идеал, который даст ему ответ на вопрос, зачем он живет. Теперь, высший идеал, если высший идеал социальный, да, который здесь прописан вдвоем лучше, чем одному, и социальная жизнь, общественная жизнь – это правильный способ жизни, то тогда я хочу обратить внимание, что он сводит это к чисто практической необходимости, не к каким-то высшим материям. Дружба высшая, если два человека любят друг друга, то они угодны Богу, потому что дружба – это богоугодное дело. Кагелл говорит, нет, Кагелл говорит совершенно другую тему. Люди, вот как он говорит, что выше сказал, что все труды, и Кишарон Маасе, Кишарон – это способность к действиям, то есть талант, талант деятельный. Талант, он из-за зависти или из-за ревности или желания переплюнуть ближнего, то есть у него низменные мысли за этим стоят, то дальше тогда мы понимаем, что весь его вот эта песня «Строй сложенной нить не скоро порнется», она как бы низводит высший идеал досугу практической социологии на грош. И это просто правильно, ну и что? При кем здесь высший идеал, при кем здесь смысл жизни? Эта тема не имеет к нам отношения. И вот что он нам говорит. По этому поводу вот дальше следует тема про государственного мужа. Именно про политику. Опять, стихи с первого, с тринадцатого по шестнадцатый, они просто столь едко… Значит, я сразу предупреждаю, что вы увидите множество комментариев, которые говорят, что это какая-то политическая сатира или что-то подобное. Значит, я зачитаю тот вариант, который у вас приведен. Итак, мудрый, юный, мелкий чиновник, лучше старого поглупешего царя, который не умеет то ли повелевать, то ли поберечься. Когда из заключения выйдет на царство, когда на царство породит убожество, не очень понятно, как вкладывать слова в предложение, то видел я всех живых, которые шествуют под солнцем во главе с другим ребенком, вторым ребенком, вставшим на его место. И нет конца народу. Что произошло с прежними, тоже произойдет по-следующему. Не будут они рады, ибо все это дым и погоня за ветром. Давайте попробуем как-то слова сложить во что-то. Первая центральная проблема – это вопрос, вот слово «елать мискэн». Дело в том, что слово «мискэн» нигде в Танахе больше не встречается. Она встречается только четыре раза в книге Кагенет. И комментаторы разводят рука. Да, исходя из некоторых ближневосточных текстов, угорицких и подобных текстов, они говорят, что «мискэн» – это ясно, что это кто-то низкопоставленный. С этим я согласен, с этим я спорить не собираюсь, это все верно. Вообще-то слово «мискэн», если кому-то интересно, то евреи в Египте строили аре мисканок. Вот казенные, ясно, что это такое, это казенные города. Складские помещения, магазины, гарнизоны. На любом языке я готов слова повторять в разных вариациях. «Гарнизон» первоначальный – это запищевые запасы для армии. Первоначальный смысл слова «гарнизон». Значит, «мискэн» – это тот, кто там работает, вот в таких городах. То есть это чиновники уровня прапорщика. Это основная такая деятельность, которая там происходит. И полурабы, полунаемные люди, которые занимаются податными всякими делами, вот они. По этому поводу понимания этого места как «бедный», я не вижу здесь слова «бедный», оно здесь не на месте. Более того, есть очень хороший аргумент, то, что это точно не «бедный», есть очень хороший аргумент. Посмотрите на стихи. Значит, у нас вот в этой части есть «мелых захэн ухси». Значит, вот этот вот тот, кто лучше, вот этот мудрый мелкий мискэн, он лучше, чем «мелых захэн ухси». Вот довольно очевидно, что «елых» противопоставлен «закэн», «ксим» противопоставлен «хахам», «дурак», значит, противопоставлен «мудрый». Тем самым у нас слова «мелых» и «мискэн» являются противопоставлениями. Вот ясно, что здесь три противопоставления. По этому поводу вам нужно искать смысл слова «мискэн» в противопоставлениях к слову «мелых». Если «мелых» на высшей ступени иерархии, то «мискэн» – это колледжеский регистратор. Самый мелкий чиновник, колледжеский регистратор, я упомянул, потому что этот самый Хлистаков, это самый, Гоголев, как раз в этом чине, это самый низкий чин, какой бывает у офицерских чиновников. Там есть еще чины перед этим, прапорщиков, но нас это не интересует. То есть это «мискэн» – это кто-то, кто находится в самом начале карьеры. Это безус и корнет, только гражданский. Хотите вот так вот. И вот теперь, чтобы было быть понятным, в рассказе о городе, о осажденном городе, в девятой главе, маленький город с небольшим населением пришел великий царь и осадил, и построил осадное орудие. И нашелся в ней Ишмискэн Хахам, который спас город. И никто не помнит того Ишмискэн. Сказал я, мудрость лучше силы, а мудрость Мискэна, вот этого, презираема. И слова его не слышны. Опять, бедность откуда взялась? Вот здесь бедность, слово бедное не нужно. Там нашелся какой-то мудрый, низкопоставленный человек, который спас город. Но кто помнит этого низкопоставленного человека? Помнит великого полководца, который спас город, то есть человек, который формально стоял во главе всех этих дел. По этому поводу Хахам, Мискэн, там, которое говорится, мудрость мелкопоставленного чиновника, она презираема, потому что, ну, и кому это интересно? Хорошо, если дадут медаль, а лучше для него же, может быть, лучше Денидайна. Значит, но теперь я хочу вернуться к нашей четвертой главе. Итак, у нас есть какой-то мелкий, этот самый, который лучше, конечно же, поглупевшего царя. Когда он выйдет, вот, непонятно, Бейдгасурим, это тюрьма, может быть, заключение, не очень понятное слово, он выйдет править, то он в своем царстве породит убожество. Вот теперь при соединении первого стиха 13-го с 14-го у нас получается следующее. Этот бедный ребенок, мудрый, низкопоставленный, вышел на царство к всеобщей радости. Наконец-то сменили старого глупого царя, который больше не умеет то ли беречься, то ли повелевать. Ну, когда переворота происходит, когда власть присыщена всеми своими достижениями, ну, по крайней мере, на личном поприще, то самое время требовать новую, свежую, молодую кровь, которая выйдет на царство. Брать внимание пророчества про этого, которого вывел толпа или царедворцы, неважно, кто это, переворот или это революция, совершенно неважно, как это случилось, этот бедный бывший выйдет на царство и габа молхото нолад раш. И даже в своем царстве будет рождено убожество. Вот слово раш это убожество стопроцентное. то есть вы сменили одно на другое и я увидел всех живых, которые идут под солнцем и второй ребенок, который встанет на его место. То есть у нас появляется третий человек. И обратите внимание, Мхаел Адгашинии это следующая революция, которая точно такая же, как предыдущая. Вот эта закрутка, которая здесь произошла. Эйм кэтс, нет конец народу. Что было с первыми, что с прежним и гамма хроним лоис махубо. Я хочу заметить, что я не исключаю, что 16 стих вообще говорит про четвертого уже ребенка. Но третий ребенок четвертой церкви. То есть вся вот это, то, что здесь сказано, это весьма едкое замечание по поводу революционной или перевороченной или политической деятельности. Неважно, каким образом вы меняете царя. Мне так это что революции, что выборами, что дворцовым переворотом. Кончается всегда большая радость тем, кто наконец правильного, справедливого царя воздвиг на место старого дурака. Старый дурак может быть молодым идиотом, но это ничего не поменяет. Все радуются. То, что здесь сказано. И вот этот круговерт тех, кто порождает убожество на престоле друг за другом, несть конца народу, нет конца всему народу, тем, кто был прежде, тем, кто будет потом, не будут рады этому, ибо это предпечатано. Вот это и есть предпечатанное. Вот почему я предаюсь вот то, что выше говорить о том, что трое лучше одного, там двое лучше одного, а тройная нить не скоро порвется. Почему я подозреваю, что речь идет именно во всех случаях здесь, в этом открытке, о идеале жизни, в данном случае о политической деятельности как идеале. Зачем жить, ежели не заниматься политикой, именно вот это для мужчин, только не рюкзак или даруб, а политическая партия. Вот это настоящая жизнь. Ответ не будет никому с этого радости. Это бесконечная круговерть, которая, кстати, замечу, он не говорит про царей, что им это нет смысла, а вот тем, кто приводит этого бедного бывшего бедного мелкого чиновника на царский престол и радуется этому, у них не будет радости. Вот тем, кто этим занимается, вот, они на самом деле не будут, в этой игре нет победителей. То есть на самом деле Когелот в очередной раз предпечатывает в данном случае политическую деятельность как идеал. Опять, не обратите внимание, не деятельность властителя, а деятельность того, кто приводит и уводит царей. То есть республиканскую клаку, вот у нас же республиканская все форма правления, и куча народа считают, что главное это привести правильного царя на престол, и готовы много этому посвящают деятельности. Когелот припечатает и будет вам с этого радость. Вот что это происходит. То есть на самом деле вся четвертая глава она пытается сказать одну важнейшую вещь, что в качестве идеала жизни, чтобы наполнить жизнь смыслом именно вот такого сорта деятельности, это как бы не совсем то. Опять напоминаю конец предыдущей главы и конец следующей главы на самом деле, что сама деятельность сможет достать вам счастье. Но если вы считаете, что счастье в результате этой деятельности, теперь самое главное, что счастье в результате. Мы наконец-то привели правильного царя. Я не хочу называть по именам никого из царей ныне правящих. Извините, они теперь президентами называются, а в некоторых странах премьер-министрами, например, у нас. Но в общем вот это припечатано «дабы молхутону латраш», и он своем царстве породит убожество. Ну-ну. Человек преисполнен оптимизма к правителям. Кстати, при этом он будет дальше говорить, что царя надо слушаться, только учтите, что то, что мне не нравится царь, это не повод его не слушаться. важная обстоятельность во всей истории, но это ниже немножко эта тема. Но тут где-то вот такая вот и в четырех стихах о том, что все это гебель бессмыслица и район рух, и погоня за ветром, погоня за тем, что недостижима, вот давайте так, за недостижимым идеалом, район рух, может быть, это вот такой смысл, это тут есть. Дальше у меня всегда был вопрос тому, кто умудрился перед семнадцатым поставить главу после семнадцатого стиха Стефан Ленгтон довольно странный я не понимаю, почему глава стоит здесь, потому что ясно, что семнадцатый стих открывает новую главу. Это загадка природы. То есть потому что ну читаем следующий стих значит будь осторожным, когда идешь в дом Божий и приблизи в коров лишь муа и приблизи туда, где слушаются, а не глупцам, где вкушают значит кашер талэх альбейт луким в коров лишь муа митэд к селим зэвах, а не там, где глупцы кушают жертвенное мясо. Дальше идет собственно тема уже религиозная сугубо. Наконец-то мы попали в храм и речь должна пойти о религиозной жизни. Итак, идеал, обратите внимание, идеал, о котором идет речь, идет идеал религиозной жизни, причем речь идет о выполнении религиозных предписаний довольно формальным образом. Значит, начинается оно не твахэль, не терапись, а промечу. Вот это бахала, это паника вообще-то основное значение, но это альтвахэль альпиха. Не вот опять, что такое переводы. Надо не торопись в панике, не торопись в панике уста своей. Вот это вот такой вот смысл. Вэлипха альямагэр и не спеши сердцем еще еще раз я готов повторить, что мы в книге Кагалет, поэтому не спеши сердцем, это не спеши мозгами, вообще и головой своей не спеши. смысл сердца в книге Кагалет, он не как орган чувств, это не сердечко, а это голова вообще-то. И не давай голове твоей, не давай поспешить голове твоей сказать нечто перед Богом, ибо Бог на небесах, а ты на земле, поэтому пусть слова твои будут малочисленными. Я хочу сразу предупредить, о чем речь пойдет. Он не говорит, конечно, опять комментарии в великое множество стихов, и это действительно красиво, по поводу Бог на небесах, а ты на земле, и здесь возникнет абсолютно верный вопрос, что имеется в виду, ты маленький, а он великий, или он тебя слой, ты на земле, а он тебя услышит, который из противопоставления. Но речь пойдет не в том смысле, конечно, это очень хорошо в том смысле, не говори о Боге, который от тебя далек, и ты мало чего о нем знаешь, и ты не можешь узнать, что происходит на небесах, за небесные занавесы. Это, конечно, великолепное понимание, и, безусловно, близкое к сердцу, и как поговорка, записанная в книге, это просто здорово. Но я думаю, что речь идет о другой стороне, об обетах, об обещаниях. Потому что, смотрите, «Ибо приходит сон приходит дословно кибах холом биров иньян, ибо сон сновидения приходит во всей своей многозначительности. Вы коль ксиль биров двори, как речи дурака, многословны, либо высокопарны, может быть, здесь даже. Дело в том, что обет по поводу сна, холом, это ведь не только сон, это еще мечтание и предвидение. И здесь, и когда даст обет Богу, незадержанный его альта харла шалмо, это уже чуть ли не прямая цитата из пяти книжек, не задерживай исполнение его, ибо он не благоволит глупцам. Это шертидор шэхэшле, то, что придал обет, исполнил. дальше, то вашерлоти дор мишетидор в лот и шалэм. Лучше не обещать, не давать обета, чем дать обеты не исполнить. речь все еще идет про обеты. Не давай устам своим вести в грех свою твою плоть и не говори перед ангелом шгагаги, что ошибка вышла. Зачем наводить словами гнев Божий и наносить вред своим делам? Значит, ки беров халамот выговали во двори им горбе ки эт гейлоким ярко. Ибо много снов, много миражей, много речей, ты же Бога побоишься. Вот теперь на самом деле вот это появляется вот это одна из важных идей по поводу когда ты идешь общаться с Богом. Вот теперь аккуратненько от 17 стиха предыдущей главы вот сюда до сюда, до 6 стиха этой главы. это вроде бы про обед, вроде бы про свои отношения с Богом, обещание что-то сделать, обещание что-то выполнить и упорная мысль по поводу Бога надо бояться, а лишние раз в его дела не лезть. Вот еще раз. Лишь обещать что-то Богу он на небесах и на земле неисполненное перед Богом обещание от сулит большие неприятности. По этому поводу опять это не та деятельность, которая рекомендована, потому что бров бров халамат галамат галамат барим харбэ вот это много мечтаний, много снов. Бэгавалим теперь по поводу значения слова гэвэль, да, это брать внимание. сны, пустые слова и вот гэвэль сюда же помещен. Пустяки, вздор, чепуха, а ты Бога пабысь. Не лезь. Дальше будет сказано еще сильней та же самая мысль по поводу не лезть в эти дела, просто потому что богобоязненный человек таких вещей должен бояться. Вот это очень важная такая мысль книги Кагэла. Знаете, это некоторая довольно важная мысль по поводу того, что девочки и мальчики мечтают пообщаться с Богом напрямую без посредников, а те, кто поумнее и лучше эту тему знают, как бы говорят в этом случае чур меня. Найти кого-нибудь другого, как сказал Мошев в свое время, величайший из пророков, когда Бог говорит, ну давай начинай, говорит, найди кого-нибудь другого. Это знающих людей. Так вот, когда мы говорим о жизни без пророчества, о жизни рядовых людей, то побоися Бога, не лезть лишний раз куда не надо. Это не значит, что не надо давать обеды, не надо ходить в храм, надо. Но там есть четко сказано когда, как и при каких, в каких случаях. Тот, кто туда лезет, когда не надо, делает ошибку. Если вы хотите именно вот этой деятельностью наполнить свою жизнь, экклезиаст, то бишь Кагелет, не уверен, что это правильная мысль. Ну, вот так. По-моему, здесь мы можем остановиться и это надо переварить, потому что в библейской книге читать вот такую высказывание о религиозной жизни, это есть о чем подумать все-таки. Я напоминаю, что мы читаем книгу из библейского канона. Это не книга какого-то эпикораса, это не книга какого-то еретика и вольнодумца, это книга, которую написал мудрейший из мудрых, и мудрецы, несмотря на некоторые колебания, сочли, что эту книгу следует сохранить, а тем самым читать. ну вот как-то так на сегодня. Вопросы есть? Большое спасибо, мэр. как-то все притихли. По-моему, еретическое прочтение экклезиаста не вызвало или вызвало ... на самом деле оно не еретическое. Я вполне классическое в данном случае все прочее. Подождем до конца, подведем итоги. спасибо. мэр. Спасибо всем всего доброго и до следующей встречи. Спасибо. Машалам. Спасибо. Продолжение следует...